О том, как развивается поддержка Украины в плане предоставления вооружений, и, соответственно, как в дальнейшем будет развиваться история с предоставлением F-16 или тех же танков «Абрамс», которые мы буквально ожидаем в ближайшее время, об этом говорим с Валерием Рябых, это военный эксперт. Валерий, приветствуем вас в эфире телеканала «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Валерия, скажите, пожалуйста, вот если мы закончили этот сюжет на истории с танками, и вот мы понимаем, что мы приходим к решению Соединенных Штатов Америки направить вот эти боевые машины на территорию не Украины, а Европейского Союза. Да, они еще пройдут там модернизации, возможно, какие-то регламентные ремонтные работы, и потом мы будем как бы рассчитывать на получение их уже в Украине, введение их непосредственно в бой. А скажите, Валерий, по вашему мнению, почему с «Абрамсами» у нас как-то дольше все получается? Потому что Америка дальше? Или все же есть какие-то другие причины, по которым «Абрамсы» поступают к нам намного позже, чем тем же «Челленджеры», к примеру, да, или же другие там боевые машины? Ну и в частности, если мы говорим о танках, то те же «Леопарды». Нужно сказать, что в случае с «Абрамсами» решение принято, и танки, которые готовятся под передачу, они проходят специальную подготовку. Дело в том, что у Соединенных Штатов есть собственная политика по поводу, вот как раз по передаче танков «Абрамси», но передает только версии, предназначенные для третьих рынков. Потому что есть часть технологий, которые Соединенные Штаты до сих пор не передавали никому. Это в том числе и, допустим, урайновая броня, которая обеспечивает дополнительную защиту этим танкам. И ранее поставленные танки в рамках как заграничных продаж, так и поставок партнеров, они передавались без вот этих усовершенствований. И тут нужно смириться с политикой партнеров. И, по сути дела, скажем так, о том, что танки «Абрамс» будут поставлены позже в этом году, назывались сроки ориентировочные сентябрь, заявлялось уже давно, и здесь ничего удивительного нет. Поэтому сейчас параллельно идет процесс подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины, которые осваивают эту технику на территории Европы, на нескольких полигонах, в том числе и на знакомых вооруженным силам Украины полигоне «Грефенвер». И вот недавно был репортаж о том, как готовятся украинские военнослужащие, осваивают эту технику и уже готовы к ее применению на поле боя в Украине. Поэтому все же появление этих танков предвидится, и они также смогут внести свою лепту в дело выполнения тех основных задач, которые стоят перед вооруженными силами Украины. Это освобождение территории Украины от противника, от оккупантов, и возвращение границ Украины к международно признанным. Вы как раз за кадром с Юрием, слушая вас, начинали обсуждать о количествах, насколько это важно. Считать. Считать, потому что 6-7 это первая партия, потом будет больше, но это все время. И поэтому мой вопрос будет заключаться в том, насколько что сейчас нужно для нашего контрнаступления, которое явно будет, если учитывая мнение экспертов военных, о том, что пока позволяет погода, нам необходимо вооружение. И вот это тяжелое вооружение — это танки. Как быстро они нам нужны, в каких количествах, или вообще, может быть, по вашему мнению, первоочередно совсем другое нам нужно. Потому что вот обращаем внимание на то, что Рейн Металь менее месяца назад говорили о том, что будут открывать уже завод в течение 12 недель. Это вот где-то в конце августа, предположительно. Так вот, как быстро там украинские тоже специалисты вместе с немецкими смогут производить эти танки? И сколько их в год, в полгода? Ну, то есть, чтобы понимать, что нам нужно сейчас, и как долго этого нужно ждать. Ну, дело в том, что тут нужно разделять несколько треков. И это первый трек — это оперативное обеспечение потребностей войск на поле боя. И второй — это перспективное переоснащение вооруженной силы на новую технику. И вот если касаться второго трека, то как раз его касается и заявление Рейн Метал. Рейн Металь, который, ну, находится просто, скажем, в передовиках западных компаний по ухождению на украинский рынок, и пытается занять свое место здесь. И, в том числе, ну, делает, скажем, такой задел на будущее. Дело в том, что сейчас, в принципе, на поле боя перемалывается вся постсоветская техника. Вооруженные силы Украины уверенно перемалывают потенциал российской армии. И, конечно же, в это же время используется советская техника, и частично она повреждается, и частично уже, ну, далее не может продолжать, скажем, использование свое. И дело в том, что, ну, вот, как показало использование техники вооруженными силами Украины, западная техника имеет огромные преимущества. И это объясняется именно философией создания этой техники. Потому что, если говорить о постсоветской технике, она создавалась для быстрого и дешевого производства, для массированного использования в ходе широкомасштабных наступательных действий, то, что говорилось там, пройти широким фронтом до Ла-Манша. И при этом не учитывались, скажем, такие факторы, как необходимость защиты персонала. Военнослужащик, который использует эту боевую технику, или учитывалось, ну, лишь, скажем, в той степени, в которой это позволяло выполнение боевых задач. В отличие от этого, западная техника строится вокруг военнослужащего, где он является основой боевой мощи. И вот использование тех же БМП-2 Бредли, производства Соединенных Штатов Америки, или танков Леопард, показали, что даже при, скажем, встречи с минно-взрывными заграждениями на поле боя при противодействии противника различными противотанковыми средствами, эти машины показывают большое выживание личного состава, и практически, скажем так, существующие средства на поле боя противника не позволяют уничтожать безвозвратно эту технику, как это происходит, допустим, даже с теми же новейшими российскими танками Т-90 «Прорыв». Дело в том, что вот как раз в постсоветских танках личный состав сидит буквально на пороховой бочке, на боеприпасов и поражение бронеобъекта в большом ряде случаев ведет к подрыву боеприпасов, которые находятся внутри боевой машины и танка, и БМП, и, конечно же, это ведет к полному поражению экипажа и к полному уничтожению этой техники. Ну, в отличие вот этой техники, западная техника, она позволяет, прежде всего, защитить экипаж, выполнить задачу, и, кроме того, техника, получившая повреждения, она может быть успешно эвакуирована и восстановлена, ну, либо в полевых условиях войсковыми ремонтными бригадами, либо перенаправлена на соответствующее ремонтное производство. Вот, в частности, скажем, те же танки «Леопард» сейчас ремонтируются на территории Польши, это именно те танки, которые получили достаточно тяжелые повреждения и требуют значительного ремонта. И вот тут нужно сказать, что как раз по решению перспективных задач увеличения возможностей оборонной промышленности, вчера президент Зеленский на встрече с послами Украины, которые представляют украинское государство на территории иностранных государств, сказал, что цель Украины – сделать свою оборонную промышленность одной из самых сильнейших в Европе. И для этого как раз он поставил задачу, что нужна очень мощная дипломатическая поддержка. Причем уже сейчас президент отмечает, что военное производство Украины неуклонно наращивается, это и производство по ремонту и обслуживанию техники, в том числе заходят различные иностранные компании, помогая обслуживать ту технику, которая была поставлена в рамках помощи Украине в сфере безопасности. Также это производство артиллерийских боеприпасов, также это производство различных ударных средств, и в первую очередь дронов и роботизированных систем различных типов, которые сейчас получили в Украине достаточно широкое распространение, и последние решения и президента, и правительства создают все условия для того, чтобы производство подобных систем, которые занимают прочно свое место на поле боя, возрастало очень быстрыми темпами. Валерий, смотрите, вот если мы говорим о еще одном таком большом вызове, который сейчас стоит не только перед Украиной, но и в целом перед и странами Запада, которые оказывают Украине поддержку, и не только странами Запада, давайте далее мы этот кейс разовьем, и с вами сейчас обсудим то, каким образом пытается решить, да, вот возможную нехватку и определенный дефицит, потому что мы понимаем, что там в любой войне для каждой из сторон, да, скорее всего, для Украины точно, да, возможно, будет не хватать определенных вещей, хотя мы в целом благодарим каждого нашего партнера за оказанную помощь. Но о том, как развивается эта история со снарядами, давайте поговорим далее. США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Также ведутся переговоры с Японией, пишет Financial Times. Отмечается, что Соединенные Штаты стремятся увеличить поставки крайне важных для Украины боеприпасов, которые используются в гаубицах по всей линии фронта. Но это включает и поставки от международных союзников. В планах также нарастить производство таких снарядов США в течение следующих двух лет. Согласно данным американской армии, Вашингтон поставил цель производить до 90 тысяч боеприпасов в месяц к 2025 финансовому году по сравнению с нынешними объемами производства в 24 тысячи сейчас, а также по сравнению с 14 тысячами в месяц, которые были до полномасштабного вторжения России в Украину. Валерий, но если мы говорим об обеспеченности боеприпасами именно калибра в 155 миллиметров, можем ли мы сейчас говорить о том, что с момента вторжения полномасштаба в Российской Федерации в Украину это соотношение наявности, соответственно, боеприпасов в России и в Украине сейчас движется в пользу нашей страны, в пользу вооруженных сил нашего государства? Ну, так, в принципе, было всегда, хотя всегда говорили о том, что Украина немножко отстает в артиллерийских системах, и так было и в начале этого широкомасштабного вторжения. Тогда Украина использовала в большей степени артиллерийские системы постсоветского образца, и, конечно же, ситуацию на поле боя переломили как раз решение о поставке нашими партнерами артиллерийских систем западного образца. Прежде всего, конечно, мы помним М3-7, прицепные гаубицы американские производства Байсистем, которые, в принципе, тогда дали возможность Украине пройти через дефицит постсоветских боеприпасов, потому что основная часть производства, конечно, подобных боеприпасов была, и запасы подобных боеприпасов были сосредоточены на территории противника, на территории Российской Федерации. После этого мы начали получать самые самовременные артиллерийские системы производства западных стран, и это и шведские системы, и те же французские системы Цезарь, и немецкие самые современные системы. И сейчас специалисты говорят о том, что на поле боя Украина начинает доминировать. И, конечно же, если говорить об артиллерии, здесь огромную роль играет преимущество современных артиллерийских систем, которые находятся в эксплуатации вооруженных сил Украины, и которые позволяют уничтожать противника на большей дистанции, чем это может себе позволить оккупанты. Кроме того, использование высокоточных средств позволяет минимизировать логистику и выполнять задачу с минимальными средствами. Ну и самое главное, сейчас артиллерийские системы большей частью сведены в закрытые разведывательно-ударные комплексы, которые включают в себя как различные разведывательные сенсоры, те же контрбатарейные радары, те же разведывательные беспилотные системы, и которые объединены единой системой боевого управления, что позволяет выявлять противника, принимать решение, как его уничтожить, ставить задачу на уничтожение, проводить доразведку уничтожения в реальном времени, при необходимости проводить дополнительные удары, ну и, соответственно, это позволяет обеспечить преимущество. Кроме того, вот если говорить о нехватках боеприпасов, то нужно сказать, что в отличие от армии оккупанта, вооруженные силы Украины сейчас могут использовать артиллерийские системы различных типов и 155-миллиметровые западного образца, и те же, допустим, 152-миллиметровые, 122-миллиметровые постсоветского образца, и это также дает свое преимущество, потому что часть наших партнеров, в том числе, усиливает производство и боеприпасов постсоветского образца, и Украина также наращивает производство подобных. Вот как раз, да, хотели об этом тоже уточнить, что уже нарастили, наращиваем, и поэтому надеемся, что будет их хватать нашим вооруженным силам на поле боя. Спасибо вам большое. Напомню, Валерий Рябых, военный эксперт, был с нами на связи. Украина. Спасибо.